Все уже давно привыкли к слову «продался». Это как бы нормальный термин, то, с чем каждый знаком, и каждый знает, что это значит. Что вот был какой-то трушный наш чувак, который делал что-то свое и настоящее, а потом вот эти вот злобные лапы шоу-бизнеса или другой какой-то продажной сферы захватили его к себе, поглотили вот этими своими злобными мерзкими тентаклями, забрали в свое черное гниющее лоно, и теперь он продавшийся. Теперь он по определению не может сделать ничего настоящего, и его судьба как артиста нашего, ну или там художника, или какого угодно другого творческого человека, она закончена. Я считаю, что это все полная хуета, и продаваться нужно уметь, а вот почему об этом сегодняшний ролик. Здрасте, вы на канале Сейна. Слово «продаваться» все-таки имеет такую отрицательную коннотацию, но если его перефразировать, получится «продавать себя». И вот именно уметь продавать себя необходимо каждому. Почему? Потому что все постоянно говорят о преимуществах современности, в частности интернета, что вот у нас такая вот платформа, на которой каждый может выкладывать свое творчество, и его заметят тысячи и миллионы других людей. Но никто не упоминает в этом, что нужно уметь выкладывать. То есть недостаточно просто закинуть это в интернет, и это сразу же все увидят. Часто ли вы видите что-то, что вот прям эксклюзивное, что для очень маленького количества людей, не считая моего канала, но даже и он растет, и к этой даже цифре я шел очень долго, как раз-таки совершенствуя скилл «продавание себя». Так вот, в принципе, огромное количество людей живут вот одновременно и с мыслью вот этой вот говнотрушности, и о том, что им нельзя продаться, и при этом с мнением о том, что интернет, ну или там вот в принципе другие атрибуты современности, дадут им возможность распространить свое творчество как бы сами собой. Хотя это совершенно не так. Чтобы вы в интернете получили успех, вы должны людям на тарелочке преподнести свое творчество, обернуть его в красивую оберточку, сделать ему хорошее описание и распространить через правильные источники правильным образом. Для каждой сферы творчества это свои источники и свои формы распространения, но схема для всех одна. Многие возразят, хороший контент продает сам себя. К сожалению, не так. Есть, конечно, вещи, которые становятся популярны без особенного какого-то содействия автора непосредственно этих вещей, но в большинстве случаев продукт продается так хорошо, как хорошо его продают. Безусловно, качество самого продукта, а я здесь имею в виду что музыку, что какие-то художественные произведения, короче, любое, что произвел вот творческий человек, оно все-таки продается, если его продают. И ваша гениальность, как бы она ни была велика, она большинству людей вообще не очевидна. Дело в том, что даже вот вы там подписаны на мой канал, интересуетесь музыкой, другим искусством, большая часть людей, потребляющих искусство, а даже там какая-нибудь Ольга Бузова, это никуда не деться, но это искусство. Мы там со своих вот там, блядь, высоких колоколин, вот со своих вершин музыкального вкуса можем говорить, что это не искусство, это не музыка. Но с точки зрения категории, оно находится там же, где и все ваши любимые группы. На тех же платформах, их включают на таких же колонках, и в этом плане снобизм, он бесполезен, потому что мешает объективной оценке ситуации. Чтобы людям что-то понравилось, им надо объяснить, почему это хорошо. В качестве примера можно привести совершенно бытовые вещи, как, например, сейчас, вот просто в каждом заведении Москвы подают фобо. Это для тех, кто не здесь живет, такой вьетнамский суп, в котором нет ничего необычного, просто он своеобразно готовится, имеет своеобразный вкус. Ну, по сути, просто вкусный суп с лапшой. Но еще три года назад, ну ладно, давайте пять лет назад, чтобы точно, спроси у всех просто москвичей, нравится ли вам фобо, критическое большинство ответит, что такое фобо. Но сейчас у нас как будто полный город суперфанатов этого супа. Его подают даже в местах, которые ни к Вьетнаму никак не относятся, ни к супам никак не относятся. Но это настолько распространенная вещь, и она настолько нравится всем, что ее засовывают просто куда можно и куда нельзя. Потому что людям смогли это продать. Потому что открылись заведения, в которых был приятный дизайн, хорошее обслуживание, красивые тарелочки, и постепенно оно распространилось. И да, распространилось оно потому, что нравилось людям. Но именно стартовый буст и, в принципе, начало этого распространения было положено не потому, что этот суп такой охуенно вкусный. Этот суп очень долго существует. А именно люди, которые начали его грамотно продавать. Здорово, это очередная, уже превратившаяся в традицию, вставка с монтажного стола. Здесь хочется уточнить, что есть вот ваш навык, да, основной, в котором вы профессионал, в которой, вот, который вы хотите продвигать. А есть второстепенные навыки. И они очень часто требуют именно наработки профессионализма. Конечно, опыт всегда решает все, но иногда нужно получить просто базу. И зачастую в вузах нужную вам... Это вот такой гром в Москве сейчас. Зачастую в вузах нужную вам базу по узкой специальности не дадут, и там необходимо провести 4 года. Я вообще много чего скажу про это в ролике про образование. Ну вот, но он выйдет следующим. А сейчас я в сотый раз рекомендую вам идти на различные курсы. Профессиональные и крутые, а не которые для галочки. Например, проект «Нефективное образование». Это культурологический проект, который как раз-таки и ставит себя напротив вот этого бесконечно формального нашего российского образования. Но тут действительно профессиональные педагоги читают интереснейшие программы по культурологии, литературе, философии, истории, живописи, музыке и кино. У всего этого дела есть бесплатный пробный период в 3 дня. И я рекомендую вам вот сейчас зайти по ссылке и попробовать, каково это. Потому что многие, кто думают, что они не могут учиться самостоятельно и не могут учиться дома... ...учиться дома... ...никогда и не предпринимали усилий для того, чтобы попробовать. И это отличный вариант. Ссылка в описании. И с точки зрения потребителя, как бы это печально не было, ваш творческий продукт это то же самое, что этот суп-фобо. Кто бы у нас в стране знал грайм, если бы не Оксимирон. А у нас сейчас, мне кажется, вот после Англии мы вторые просто по количеству граймеров. То же самое, в принципе, относится к рэпу. Русская рэп-сцена, я это упоминал в других своих роликах, русская рэп-сцена ебать какая развитая. Хотя чисто исторически мы к этому отношения не имеем. Зато там бардовская песня какая-нибудь или русский рок, которые казались там еще позавчера суперфлагманскими жанрами, сейчас очень серьезно подзаглохли. И как раз таки этот русский рок сейчас является кладезем примеров, почему надо уметь себя продавать. Например, клипы группы «Дайте танк». Я ебать как люблю «Дайте танк», но эти клипы это просто что-то ужасное. То есть, ладно, сама концепция, что мы снимаем истории, а не синхроны. Что у нас вот такие типа короткометражечки вместо клипов. Мне это не нравится, но это имеет право на жизнь. Но само качество этих короткометражечек, это просто полнейший пиздец. Это не то, что работа студента первого курса, это работа школьника, который купил зеркалку. И вот совершенно не больше. При всей моей любви группе «Дайте танк», если бы у них были нормальные клипы, «Дайте танк» знала бы гораздо, 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 гораздо больше людей. И здесь, к слову, хочется доебаться до еще одного распространенного выражения, что, мол, если человек талантлив, то он талантлив во всем. Очень можно найти много подтверждений этому, но в случае продвижения собственного творчества, это скорее не области творчества, а все-таки довольно прикладные скиллы продвижения. В этом, конечно, есть свои виртуозы, есть свои гении, но это штука, которой нужно научиться. У нее все-таки есть очень четкие принципы, по которым оно действует. И если человек талантливый музыкант, он при этом очень с большой вероятностью может вообще не уметь себя подать даже на каком-то элементарном уровне. Многие артисты занимаются с хореографами, чтобы нормально двигаться на сцене. Некоторые занимаются с психологами, чтобы просто не бояться на этой сцене находиться. Но в более широком смысле это относится, конечно же, к клипмейкерам, которые вам нужны. Это относится к людям, которые рисуют обложки. Я привожу примеры с музыкой, потому что это, ну, мне ближе всего. Я лучше всего понимаю, как это работает. Но это относится ко всем остальным сферам творчества также. Собственно, именно поэтому и популярна попса. Ну и попса, в принципе, является попсой и существует как понятие. Потому что главный человек вот в этой цепочке помогаторов музыканту — это продюсер. Это человек, который, по сути, администрирует вот это вот продавание. И, собственно, почему попса, она... Вот само слово попса, она несет в себе меньшее отношение к музыке, как вот к звуку, да? Если говоришь там панк-рок, то примерно понятно, как оно звучит. А если говоришь попса, то оно может звучать очень по-разному. Но зато с точки зрения позиционирования, мест в чартах и какого-то такого общего внешнего вида — это всегда одно и то же. Почему? Потому что ее делают продюсеры. Потому что как раз-таки самая сильная часть попсы — это всегда продюсер. То бишь продающий человек. И мне недавно респектнул канал Longplay, собственно, я тоже передаю им привет. У них есть несколько крутых роликов как раз-таки про роль продюсеров и то, какой просто... Ну, не то что титанический, а именно ключевой и большую часть вклада они внесли в творчество многих суперизвестных артистов. То есть вплоть до того, что они сами написали лучшие их песни, начиная от текста, заканчивая мелодией. И они, по сути, просто сделали песню и нашли человека, который ее споет. Вплоть до того, что сказали ему, как ее петь. Ну вот, я рекомендую вам эти ролики посмотреть. И, собственно, напишите в комментах, если вам, в принципе, тема с продюсерами интересна. Можно с ними записать что-то типа подкаста. Вот. Надо им, наверное, в личку написать. Но только если вы подпишетесь, там лайк поставите, подпишетесь на мой закрытый паблик ВК, на мой открытый паблик ВК, на мой Инстаграм. И раз уж мы тут упомянули попсу, то нужно упомянуть и андер. На самом деле, андер, я считаю, нужно разделять. Потому что есть андер, который просто специфическая музыка, ну или специфическое какое-то искусство, которое не популярно именно потому, что оно недоступно огромному количеству потребителей. Оно может быть слишком сложным или, наоборот, слишком с какими-то странными деталями, такими фишками, которые нравятся не каждому, как там, ну, в музыке есть просто супер тяжелые агрессивные жанры или, наоборот, супер замороченные, там, с песнями по 20 минут. И это просто не для каждого, а для такой узкой посвященной группы. И это андер именно из-за специфичности. А есть андер, которые просто делают хуй пойми чё, хуй пойми как. И этим своим положением, в котором они находятся не в силу сложности и своеобразности, а в силу говёности, они ещё гордятся. Типа, мы подземка, мы трушные. В этом вот как раз нихуя хорошего нет. И в чём важное отличие вот этих вот двух категорий. Первая категория вполне может быть окупаема и успешна. Да, их очень мало знают. Да, там почти в любой компании вы упоминаете, там, этот коллектив, этого автора, этого художника. Вы будете слышать, кто. И, наоборот, когда будете встречать человека, который с этим знаком, будете чувствовать, что это ваш просто вновь найденный брат, потому что никто этого не знает. Но при этом сам коллектив, сам вот творческая личность может быть более чем успешна. А вот вторые как раз таки всегда сидят с голой жопой. И когда видят, что кто-то из этого состояния голой жопы выходит, они начинают говорить, что он вот такой вот нетрушный, он продался. И это самое ужасное, потому что можете найти, это вроде называется там теорема ведра с крабами. Вот это ровно вот эта ситуация. В самом ролике я почему-то решил не пояснять, что такое ведро с крабами. Но здесь вот додумался. Вот такой вот я, крутой лайк подписка. Короче, крабы, когда их кладут в ведро, и они еще живые, вот перед приготовлением, за счет того, что их накладывают много, те, что находятся сверху, вполне могли бы выбраться из этого ведра и как бы совершить попытку побега на свободу. Но другие крабы, когда те оказываются достаточно далеко, они хватают их и стягивают вниз. И за счет того, что вот крабы не муравьи, и они не могут допетрить до командной работы и спасти таким образом хотя бы несколько из своих собратьев, ведро с крабами используется как аналогия для вот человеческих отношений, которые конкретно показывают, ну, можно воспринять это как метафорную социальную лестницу, а можно также воспринять это вот как выход из андеграунда или, в принципе, вот со своего какого-то уровня на следующий. Ну что ты, пришла доебываться. И лучше всего нормальное отношение к андеграунду и к тому, как нужно продавать и продвигать свое творчество могут сформировать истории... Ну, блядь. Сформировать истории групп или художников прошлого, которые как раз вне эры интернета, когда единственный путь оказаться вот в сознании масс был именно через различные студии, лейблы, продюсеров, галереи, как они страдали от этого. Например, почти вся история группы Type O Negative это сплошная борьба с продюсерским видением, потому что они как раз были андером с точки зрения звучания, хотя, ну, имели довольно большую аудиторию, и все равно звук и подход к музыке был очень специфичный. И всю жизнь продюсеры, наоборот, пытались их как-то подвести под свой взгляд, тем самым в основном мешая. И, собственно, я рекомендую вам ознакомиться как с этим, так и с многими другими историями, посмотреть, с каким пиздецом сталкивались ваши вот предыдущие-предыдущие коллеги по цеху, и понять, насколько у вас больше возможностей, и как вы их просиживаете, гордясь своей вот этой вот говнотрушностью. И я уже предвижу в комментах защитников, наоборот, подобного отношения к трушности, которые будут приводить в пример всякие, очень сильно романтизировав, естественно, приводить в пример всякие истории, например, Кавки, который вот ничего не продавал, и вообще не публиковался, и вот до конца жизни никому не продался и делал то, что хотел. Таких историй довольно много, и вот, в частности, историю Кавки я уже на этом канале упоминал, что он был глубоко больной психический человек, именно очень несостоявшийся и очень неуверенный как в себе, так и в своем творчестве. И он мало того, что не хотел ничего публиковать всю жизнь, и все время работал просто обычным клерком, хотя носил в себе вот этот литературный гений, так он еще и своему другу сказал после смерти, уничтожить все его произведения. И только потому, что его друг решил, что да, блядь, ну ты ебнутый, Франц, взял все это дело и опубликовал, только поэтому мы знаем, какой гений он был. Чувак всю жизнь был глубоко несчастен, таким и умер, безызвестным и неоцененным. Желать подобного вашим современным кумирам, или просто творческим личностям, которые вам нравятся, это тупо и жестоко при этом. Чтобы подвести черту под этой частью, хочется сказать, что либо вы сами вырабатываете скилл продавания себя, то есть смотрите на миллионы примеров, которые прямо сейчас есть в медиа, как можно продвигать свой контент, при том, ну, способов реально тысячи. В каждой из соцсетей можно найти отдельную возможность для продвижения конкретно своего вида творчества, а иногда можно подсмотреть какой-то опыт из соседней, а иногда можно посмотреть какой-нибудь опыт из телевидения. Все это можно через себя пропустить, перенять, и эффективно, и круто, и вот что главное, с изюминкой и интересно распространять свое творчество. Или, если вы понимаете, что это совсем не ваша сфера, работайте с продюсером. Наверняка у вас есть друг, который, вот, допустим, инициативный, но делать ему нехер, или вот наоборот, у него такой весь технический склад ума, он вот такой организатор, или ему просто хочется во что-то вписаться, пусть он организовывает ваше продвижение. Это будет гораздо лучше. В идеале, конечно, найти просто нормального продюсера, это также в ваших силах, но тут больше от того, чем именно занимаетесь вы, на каких этапах и так далее. Но не обязательно взваливать на себя все эти задачи. Нужно это в голове у себя отделить, как два отдельных скилла, свое творчество и свое продвижение, и дальше разбираться с этим, как с двумя отдельными задачами. Хотя одно работает на другое, они совершенно не идут параллельно. А по поводу того смысла фразы, что художник должен быть голодным, мол, когда он насыщается, у него пропадает, собственно, стимул к творчеству, это вопрос к самому художнику. Есть огромное количество примеров, когда с приходом популярности разные вот творческие личности, они, наоборот, продолжали цвести. Есть многие, которые сохраняют творческую продуктивность, вот просто от момента того, как они начали заниматься творчеством, до вот самой смерти. Яркий пример тому Red Hot Chili Peppers. Они, ну не знаю, уже, можно сказать, лет 30, как супер-пупер-гипер-вупер звезды, но при этом с каждым новым альбомом звук становится все интересней, своеобразней, и для них вот эти вот бесконечные деньги, главный их плюс это в том, что они могут не думать просто о деньгах. А если к художнику пришли гонорары, и у него пропал стимул творить, ну, значит, он творил за гонорары, и ради гонораров, и значит, нахуй нам такой художник. Собственно, на каждом этапе творческого пути есть свои проблемы, и есть свои препятствия, через которые ты либо можешь, либо не можешь перешагнуть. И если ты не можешь перешагнуть через сытость, то, ну, соболезную хули. Как раз таки современность, и вот этот вот интернет, и вот эта вот специфика существования в сети, с которой я начинал, она должна восприниматься нами более трезво, чем воспринимается сейчас, потому что существование в ней совсем не такое, как существование в привычном нам обычном мире, аналоговом, так сказать. И как исполнитель должен понимать преимущества этой среды трезво, так и мы, как зрители, должны это трезво оценивать и понимать, какие задачи выполняет исполнитель, и не писать ему про то, что вот он продался и все такое. Собственно, а исполнитель должен не вестись на каждый комментарий про то, как он что-то не так сделал, как прическа его не понравилась, или какое-то действие ему не понравилось, и уж точно не ориентироваться на то, что вот это people хавает, а вот это вот people не хавает, потому что, опять же, фобо, people не знает, что хавать, это ты, творческая личность, и ты должен придумать, что people завтра схавает. Народ, в принципе, не должен высказывать тебе никаких предложений, он работает по принципу да-нет, ты ему предлагаешь, а он либо жрет, либо не жрет, и чем избирательнее публика, тем меньше она жрет, но при этом, чем изобретательнее твое творчество, тем более избирательную, преданную и именно достойную публику, которой можно гордиться, ты к себе привлекаешь. Вот такие вот мысли. Собственно, если вы хотите, помимо моего пиздежа, видеть от меня всякие рекомендации музыки, фильмов, книжек, которые я вот нахожу в интернете, и рекомендую эксклюзивно в своем закрытом паблике, вы можете подписаться на мой патреон за 5 баксов ежемесячно, и тогда получите доступ в этот самый паблик, собственно, ссылка будет в описании. Также у меня охеренный телеграм-канал, в котором куча всего интересного выходит, также не менее интересный паблик в ВК, инстаграм мой, это вообще за гранью понимания, просто инопланетно охуительный контент. Ну, в общем, все, спасибо, что посмотрел, ты знаешь, и кнопка подписки. ПОДПИШИСЬ!